Вот такие вот товарищи. Лапа с полкатушками ходят у нас тут неподалеку. Под ногами вода, дорог в этом месте практически нет. И тем не менее поисковики приезжают в Холм-Жирковский район Смоленской области и Бельский район Тверской области ежегодно. Здесь в 41-м и 42-м годах проходили боевые действия с участием 11-го кавалерийского корпуса полковника Белова и 39-й армии генерала Масленникова. Поэтому много находок, связанных с кавалерией. Этот род войск фактически прекратил существование после Великой Отечественной. Нашли большое количество, во-первых, сёдел. То есть кавалерийские сёдла, которые записывались прямо на кавалериста, но тем не менее люди их бросали. Сёдла, стремена, подковы, большое количество костей как раз лошадиных. Ну то есть немцы закидывали по секторам нашу кавалерию из миномётов, их убивали, крошили. То есть жуткое дело было. Вот это вот элементы упряжи конской, это да, это были найдены. Места, в которых работал поисковый отряд глухие, однако чёрные копатели добрались и сюда, поэтому приходилось много усилий прикладывать, чтобы отыскать погибших солдат. Как шёл бой, вот он упал. Захоранивать было некому, не было такой возможности. В основном все как бы находятся на поверхности. Можно или глазами увидеть, или на прибор металлодетектора, какой-то металл засечь, уже там смотреть подробно. Ну вот такая ещё проблема чёрные копатели. Металл весь поднимают, остаются останки, найти их тяжело. И всё же, несмотря на такие трудности, во время вахты памяти поисковикам удалось обнаружить останки двух бойцов, установить личность которых не представилось возможным. Бойцы отрядов, готовясь к плановой передаче железа войны в школьные музеи Рязанской области, собрали большое количество гильз, элементов одежды. На данный момент готовится 10 комплектов находок по различным родам войск, участников Великой Отечественной войны. И вот эти 10 комплектов будут передаваться школам, которые предоставили право участия в этом конкурсе. Во время этой вахты рязанские поисковики передали коллегам из Нижегородской области останки бойцов, найденных на вахтах, проведенных ранее. Имя одного из них удалось установить. Это Андрей Фёдорович Рыбальченко, 1910 года рождения. Захоронение пройдёт 13 августа в городе Белый. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».